Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моём канале. Спасибо, что заглянули. Я решила снять очередное видео рядом с ёлочкой, потому что скоро мы её будем разобрать. А пока мы её не разобрали, надо снять для вас видео. Что у нас на сегодня? У нас донер в хлебе. Много штук. И как вы думаете, что заказала Айка? Обычный салат. У нас он называется Чобан салат. А где оливочки? Написано было, что он будет с оливочками. Обманули. Мне не привыкать. Сегодня вам расскажу историю, что произошло со мной. Вчера. Вчера. Мне позвонили наконец-то и сказали, что ваш заказ Шейн уже здесь. И здесь у нас достаточно давно, около двух месяцев, мы никак не могли найти ваш номер телефона, потому что на пакете не был он указан. Я такая думаю, ну слава богу, вы меня нашли всё-таки. Девушка говорит, по базе данных я, говорит, вычислила ваш номер и, наконец-то, вас нашла. Я сразу приехала на место. Обратила внимание, что, во-первых, моя посылка открыта. Вещи все в помятом состоянии. Видно, что все вещи вынимались, смотрелись и обратно. Обратно ставили в пакет. Потому что обычно Шейн упаковывает очень герметично. Мы начинаем считать вещи. Должно было быть семь позиций, а на месте только три. Я спрашиваю, почему так происходит? Не знаю точно, как произносится. Компания называется AMS. A-M-S. Вот так. Я говорю, почему посылка в таком состоянии, где мои остальные вещи? Девушка начинает мне объяснять, что мы напишем какой-то запрос, нам там ответят. Ля-ля-та-па-ля. Если вы занимаетесь транспортировкой товара, вы должны нести ответственность за сохранность товара. Это прежде всего. Если вы не несете никакой ответственности, какой смысл с вами заказывать что-то? Если бы эти люди сказали, что это не наша вина, например, кто-то нам отдал эту посылку в таком состоянии, я бы пошла, и с этим кто-то пошла бы разбираться. Правильно? Здесь такого нету. Там самый главный какой-то директор тоже пожал плечами, сказал, ну, бывает, да. Но вот мне было бы очень интересно посмотреть на этого же человека, если бы у него что-то пропало и украли. Вот если бы у вас что-то украли, какая бы у вас была реакция на это? Я обратилась в полицию. Полиция сразу выехала на место. И сказали мне, что вина не в них. Они тоже так же получили. Но по факту я в лохах. Получается, из семи моих вещей на общую стоимость 200 долларов в этот раз я заказывала дорогие, хорошие вещи. Всю жизнь заказывала Aramex'ом. Супер! Никогда никаких проблем. Тут решила сэкономить. Я вам логотип этой фирмы оставлю вот здесь. Пишите в комментариях, если у вас тоже такое было. Может быть, постоянно у них такое происходит. Я так поняла, мне никто ничего возвращать не собирается. Общая стоимость утраты 73 доллара. Нету пальто, нету кардигана, нету свитера с облаками. А потом я обнаружила, что на упаковке посылки есть мой номер телефона. Почему люди говорят, врут, говорят, что не было вашего номера, я по какой-то базе вычислила вас, если там указан номер телефона. Почему моя посылка тогда лежит уже два месяца у вас и там и номер указан? Вы никак не связались со мной? Может, вы не связались, потому что там кто-то что-то взял? Конечно, обвинять людей, если я сама этого не видела, это неправильно, но напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы с ними? И, возможно, это постоянно происходит? Может, постоянно у них там воровство? Давайте выясним, объединимся, куда-то, не знаю, куда-то пожалуемся, что ли, на них. Я не додумалась, есть горячая линия, надо туда тоже позвонить. Короче, давайте не будем долго останавливаться на этой теме. вообще, как будто 2022 год начался для меня очень неудачно. Постоянно какие-то проблемы, постоянно какие-то разборки. Я, если честно, человек абсолютно не конфликтный. Вот, но когда тебя оборовывают, ты не можешь просто стоять и говорить, ну, ничего, хоть 4 вещи из 7 пришли, ну, спасибо хотя бы за это. Ну. Ужас. Полицию тоже я не обвиняю, в том плане, что у них полно и других, более серьезных дел. надо найти какие-то горячие линии, пожаловаться на них. Я сразу нашла пострадавшего. Оказывается, мой брат тоже отправлял письмо этой компании. письмо, говорит, доехала до человека, который должен был получать это письмо, а потом вернулась обратно. Что-то там тоже какие-то вечные проблемы. И он сказал, что вообще у них, с ними вообще нельзя контактировать, с ними нельзя сотрудничать. Это очень опасно. поэтому лучше чуть-чуть переплатить, но с Арамексом. Вот такие ребята там работают, ребят. Ответственные. Все привезут в лучшем виде. В накладной 7 товаров. Вес не соответствует. Указанный вес на упаковке не соответствует реальному весу. И ничего. Просто пожали плечами. Ну, вот так вот, типа. Идите, что хотите, делайте. Если это не кража, как это назвать по-другому? Ну, есть и хорошие новости. Я вам скоро буду снимать распаковочку. Мне пришел такой костюм. Я решила заказать более-менее дорогие позиции Шейнам. И, блин, мне так понравилось то, что мне пришло. особенно костюмчик на весну. Это просто находка. Это лучший заказ за всю историю. Очень я довольна осталась. Если бы не этот инцидент, если бы все вещи доехали бы до меня, было бы вообще шикарно. Однажды я видела по новостям, в России произошел такой инцидент. работница почты воровала посылки с Алиэкспресс какие-то маленькие. Именно воровала маленькие, чтобы люди не разбирались с этими посылками. То есть, ну, не доехала, не доехала, ничего. Потерял два доллара и потерял, к черту. ее как бы поймали с поличным, что она все это воровала с работой. Но когда возможно речь идет о двух-трех долларах, это не так обидно, как когда речь идет о 74 долларах. В общем, давайте поговорим на какую-то другую тему. Я не хочу расстраиваться. не хочу переживать к черту. Будем считать, что я споткнулась, упала, не знаю, потом лечилась или еще что-то произошло неприятное. В любом случае существует карма. Этому человеку это вернется. Кто это сделал? Кто это бог в любом случае все видит. Часто замечаю комментарии по поводу того, что я ушла с работы, я начала меньше снимать видео. На самом деле это так. Я согласна немножко с вами. Мне очень приятно, что вы ждете мои видео. но у меня приехал папа. Я устроила себе такой отпуск, скажем, мини-отпуск. Я на расслабоне, я на чиле. Весь январь будет вот так. А дальше посмотрим. Сказать, что я не снимаю сюда, но снимаю на свой бумажный канал, нет. Там тоже в три дня один раз выходят ролики. Но зато я много отдыхаю, куда-то хожу с подругами. То вот жали приходила ко мне в гости. Вчера тоже разбиралась с этой посылкой, потом пошла купила маме подарок. Просто гуляли с другой подругой, сидели в кафе, пили кофе. То есть немножко расслабоне я на самом деле. Наелась. Спасибо огромное, что досмотрели это видео. Наверное, это будет последнее видео с елочкой. Я ее собираюсь разобрать как-нибудь на днях. Всех люблю, целую. Пока!